Друзья, всем огромнейший привет! Вы на канале Делай Сам и с вами снова Алексей. Сегодня будем делать очередную самоделку, полезную для мастерской. Такую можно купить в магазине, а можно сделать самому. Давайте посмотрим, что получится. Всем вам приятного просмотра. Кто не подписался, обязательно подписываемся. Ну а я буду показывать, как я все это делал. Поехали! Итак, друзья, сегодня будем работать с подручными средствами. То, что валяется в мастерской. Это у меня квадрат 16. Вот пластина 50 миллиметров. Единственное, я купил пару болтов с гаечками, самоконтрующие которые. И вот старые уголки тоже не покупал, они уже были бэушные. Вот с этим будем и работать. Пожалуй, начнем с разметочки пластины 50 миллиметров. Я уже очертил ее пополам, примерно 25 миллиметров. Сейчас мы ее будем с вами размечать. Нам понадобится два кусочка по 60 миллиметров. И сразу отступлю с каждого края по 10 миллиметров. Пластинки пока я откладываю в сторонку. Беру теперь наш квадрат. Мне понадобится два куска по 60 миллиметров. И один мне надо будет 80. А также понадобится два куска уголка по 95 миллиметров. Ну, все у нас готово. Практически все детали готовы. Два квадрата у нас по 60. Один у нас 80. Две пластины по 60. И два уголка по 95. Сейчас будем размечать. Ну, в принципе, здесь размечка самая простая. С каждой стороны мы берем по сантиметру, по 10 миллиметров от края. Также здесь и сверху. Также возьмем 10 миллиметров. И просверлим отверстие. Практически везде я буду сверлить на 9, но только в одном буду сверлить 6,8. Каю сразу, вот здесь надо было по центру сделать 6,8, как вот здесь. Хотел я тоже нарезать резьбу, но поспешил. Сейчас вот здесь восьмерочку нарежу резьбу. Так, за кадром я приварил. Здесь тоже все варил. Я нашел также опять в своей конструкции. Здесь надо было не с этой стороны, а отверстие сверлить, а с этой. Но я теперь сделал вот так вот здесь, десяточку просверлил. И его оставим. Здесь вот я отметил, что мне нужно срезать. Шпильку десятую, не шпильку, а кругляк десятый. Его и будем использовать. Друзья, ну, в принципе, наша самоделка уже готова. Осталось только покрасить и собрать. А я, как говорил, края я зачистил, убрал, срезал. Здесь сделал небольшую впадину. Здесь забил кругляк. Двенадцатый обрезал его. И вот, все. Сейчас покрасим и будем собирать. Двенадцатый обрезал. Ну, все, приступим к сборочке. Также за кадром сделал вот такую пятку с резиной. Друзья, ну, видели, я все затянул сначала, а потом немножко расслабил, чтобы у нас все это свободно ходило. Получился у нас с вами вот такой вот зажим. Сейчас мы его закрепим быстренько на саморезы к столу. Ну, это просто как вариант покажу. Сейчас попробуем взять даже самую простую пластину притянуть. Вот, прикладываем, присмотрим, чтобы она прижимала немного, да? Доводим. И все. Все. Если мало, можно взять и добавить немножко. Пару оборотов. Все. Опа. Все четко. Так же можно взять в любую дощечку. Надо там просверлить. Сверлим. Так же можно, вот сейчас прям сразу покажу, берем и ставим нашу приспособу на дощечку. У нас получается уже переносная струбцинка. Я не знаю, но вот, ведь не зажимая, да? Добавляем. Всегда можно добавить. И зажать. Так что зажим можно использовать как на столе, на верстаке и где-нибудь поставить, так переносной можно использовать. Так же хотел обратить ваше внимание, что вот сюда можно так же наварить такой же квадрат. Посмотрите, отверстие сделать такую же юбочку. И у нас получится он двухсторонний, то есть его можно будет что сюда фиксировать. Вот он зажался. Все. Угол держит. Что сюда, да? Так же он зафиксирован. Главное, что фиксация идет и ничто его не поднимет. То есть, ну, понимаете, да, можно на две стороны. Я результатом, в принципе, очень доволен. Не знаю, здесь, может быть, конечно, болт можно помощнее поставить. Не восьмерку, а десятку. Ну, а так, в принципе, результат хороший. В магазине такой не купишь, будет хрипенький. А здесь прям достойный результат. От вас я жду обратной связи. Оцените, что можно было бы доделать, что модернизировать. Всех вас обнимаю. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok